всех приветствую сегодня 5 ноября как мы видим биток немножко пошел в рост подтверждается вариант с тем что здесь вот эти вот ложные выносы были именно походами за стопами сегодня еще важная новость по поводу и т.ф. то есть одобрят не одобрят очередное там манипуляция будет но судя по графику по моему они вверх собирались гнать при этом и т.ф. одобрить не могут такая есть дилема то есть грубо говоря какое у меня решение сейчас просто поставил без убыток на 6 300 стоп и take profit куда-то на 6 700 6777 по моему и все и сижу не дергаюсь так вообще по идее довольно сильно выросли вчера альты например эфир и любит кэш и это довольно сильный сигнал победка уж вообще заходной импульс там форк готовится соответственно под это дело памп делают как обычно профессионала не какой-то не народ затаривают просто под новость как обычно пампит и у него довольно хорошая картина на самом деле так если глянуть то он как раз со дна стартанул и вроде бы дно пробивать не собирается так что кто держит ланге принципе советую придержать но явно вижу что вниз она не собирается все там волны вот эти вот волновики я пока их не слушаю просто смотрю то что происходит происходит то что вопреки ожиданиям поперли мы вверх и даже это видно по графику шартов я так понял умные шарты повалили нафиг закрывать свои позиции почти 10 тысяч шартов было закрыто на финики вот в этом росте это хорошо то есть вот в этом диапазоне кто-то крупно решил выйти все таки из шарта видимо чё-то жареным запахло и он прикрыл свои шарты умные и сейчас шартов стало меньше чем лангов ну что это означает думаете сами но явно лонг стоит придержать просто так вот действие шартов не у него лиц рынка так что по поводу крипты это лонг но обязательно нужно стоп и стоп он куда-нибудь ну вот за эту низинку то есть шесть сто шесть тысяч в этом за в этом диапазоне надо стоп ставить но можно вот сюда кто самый-самый такой экономный вот 6 200 вот зона стопа это по coinbase и смотрю потому что у меня котировки на форекс и соответственно вот вот эти цены я примерно сейчас беру в расчет так что правильный стоп вообще 6 200 давайте сейчас не 6 300 6 200 поставлю мало ли вдруг они коррекцию дадут и потом улетят обидно будет без поза остаться хотя там поза мелкая не страшно общем погребе я держу лонг из чего и вам советую вроде бы все неплохо хотя вот эти вот индикаторы говорил что пора в коррекцию ну возможно такое что сегодня дадут коррекцию а потом пойдем рост вообще все здесь возможно такой рынок довольно унылый раз открыл он буду держать поставлю стоп правильно 6 200 и пусть она висит давайте что самое интересное это форекс здесь у нас индекс доллара пошел в рост как и планировалось очень сильно скорректировалась там евро доллар сейчас мы решаем что-то непонятное но по идее если судить по индикаторам плавно плавно мы идем в коррекцию то есть в этом разгружают по индексу доллара скорее всего мы пойдем еще больше вверх чуть-чуть но это будет все лишь коррекция к этому движению акта по идее зрительно это выглядит как зигзаг мы по идее должны вниз пойти но что-то как-то я сомневаюсь в этом деле во первых 4 часа вверх смотрит во вторых вот здесь вот часовик хочет в разгрузку здесь получит авик хочет в разгрузку и потом вверх хотя тут всякое бывает ну грубо говоря индекс доллара рисует что-то непонятно есть импульс есть к нему коррекция и все-таки правильно было бы еще ниже пойти но именно из-за того что все будут ждать что еще ниже пойдет доллар возможно что он еще даст чуть-чуть вверх и потом пойдет вниз такая идея ну давайте подтверждать это на евре как всевозможных и на фунтах по евро у нас вот он импульс вот к нему коррекция смотрим форму коррекции очень похоже на abc зигзаг вот это вот непонятно что рисуем но грубо говоря про торговка перед еще более сильным ростом скорее всего и потом пойдем вниз сегодня вообще не буду такого ничего точного говорить потому что в коррекциях пытаться угадать тренд это дебилизм реально дебилизм но что я сделал я купил вот здесь вот на дне евро купил двойном объеме стоп на 1300 если уйдем ниже буду еще докупать если уйдем выше буду смотреть как именно ушли стоит ли часть позиции стоит ли держать все это дело то есть все буду смотреть по ситуации сейчас точно сказать ничего не могу но могу сказать то что я сделал соответственно я купил сижу жду по фунту однозначно тоже ничего нельзя сказать он очень сильно вырос и очень слабо скорректировался и по идее чтобы всех обмолоть он еще может дать волну вверх вместе с евро евро хай пробьет не знаю там такая странная форма что он либо двойной зигзаг даст либо пятую волну вверх потом в коррекцию а здесь очень сильно все это дело похоже на третью волну это что мы сейчас рисуем это пошли мы в пятую то есть могут подкинуть в топку новостей хороших и пробить хай и только потом пойти во вторую волну в коррекцию поэтому кто в шортах фунте довольно это опасно я держу лонг но на одинарный размер и не самого низа я самого низа вы взял лонг закрыл его примерно по 30 16 потом купил по 30 95 в 29 95 и жду примерно 30 50 но это лонг такой долгосрочный если мы увидим вниз я буду только докупать поение вчера шортанул вернее в пятницу и немножко сбили мой стоп очень был такой соблазнительный трейд могло но и вниз уйти там снп не спалили я подумал если сейчас иена пробьет поддержку то она полетит вот и она не пробила поддержку очень сильное скупали и даже выбери хай прошлый вот этот что я могу сказать плену в еду пока не лезу как я говорил опасный инструмент живет своей жизнью он не коррелирует практически сейчас ни с чем так случайно совершенно ходит поэтому в эту мясорубку неохота лезть хотя тут волатильности почти нету но пока я тренда не вижу я сюда не полезу то есть коррекция на коррекции по франку все-таки дали высокий такой сильный отскок я говорил что не буду это ловить и не стал в итоге буду сейчас шортить скорее всего потому что стоп короткий тут есть вариант что мы дали импульс это коррекция и дадим еще один импульс сильный вниз на 0,99 почему бы и не шортануть потому что короткий стоп и маленькая позиция тут ничего страшного нету надо пробовать хотя если он выше уйдет ничего страшного я еще добавлюсь по канадцу вот по канадцу я открыл он где-то здесь одна но не сильно долго держал закрыл хотя вот именно туда куда я говорил на 31 с копейками он ушел сейчас идет про торговка и вот в данном случае я не могу точно сказать куда он пойдет вообще по идее он должен пойти конечно же вниз но что-то он как-то завис и не хочет падать поэтому про это сейчас ничего не скажу вот по австралийцу вот тут более-менее понятно все вот он сильный импульс вот она коррекция и он хочет еще пятую волну нарисовать то есть тут как по фунту примерно ситуация вот он зигзаг и вот он хочет вверх и пробивать и после этого пойдет сильную коррекцию ну короче говоря судя по индексу доллара и по валютам либо у нас чуть-чуть затянется коррекция чуть ниже дадим цены по евро и по фунту по австралийцу либо они все-таки пойдут хай пробивать насчет евро не уверен там такая формация что он может хай не пробить и потом вниз пойти поэтому сидим ждем позиции свои я сказал остальные активы пока что особо тут не могу ничего сказать ну вот он по снп был сильно откат чуть-чуть раньше чем я планировал вообще планировалось что он все-таки уйдет выше 27 8 и 27 90 оттуда польют ну он как он красиво ходят на 2 700 аж влетел что были сейчас сложно сказать но по ходу это импульс коррекции будет еще импульсу низ может быть не такой сильный но может быть на 2 680 уйдет вот нам можно подумать и покупки с целью на 2 800 куда-нибудь туда пока не покупая потому что тут и индикаторы говорят что лучше не лезь это посередине ходят ну короче опасная эта тема по золоту он в принципе золото ходит за евро и поскольку она вот здесь вот 1230 держит и кто-то его скупает то явно скорее всего она выше пойдет либо будет ложный пробой куда-то 1228 или чуть пониже и потом вверх вообще у него цель 1248 1250 для начала а там уже будем смотреть то есть по сути дела она выше хочет нефть как говорил вот он диапазон 62 63 более-менее тут но найдено четырех часовик ползает по дну нефка ползает по дну ну то есть надо покупать вот этот импульс к нему явно возрела коррекция целью 65 может быть 68 в тот диапазон принципе я уже покупаю так по бронту то же самое там все сигналы на покупку реально можно брать по евро фунту немножко я ошибся по 88 примерно набрал онк и на простреле вниз по 87 40 меня срубили стопы и пока не лезу фунт очень сильно себя ведет и скорее всего сегодня он еще раз но пробьет куда-нибудь район 87 ну вот там надо будет смотреть что дальше происходит не ожидал я такой прыти от фунта в принципе там новости понятно с этим но я стараюсь новости не смотреть просто график и вот такое движение слишком она сильная я вообще ожидал что вот это вот первая волна это вторая волна и пойдем вверх оказалось что это не первая волна это какая-нибудь волна c а вот это пошло уже один два три 4 5 вниз то есть пойдет очень сильное выселение фунта пробьют вот это дно ну то есть лучше это дело не скупать лучше играть все-таки в шорт на отскоках это потом скажу ну и что еще тут добавить по австралийцы я пытался шортить небольшое движение вот это взял потом пытался добавляться потом понял что вот это дело пойдет хай выбивать и не стал больше сюда лезть хоть тут и сильное движение хоть вроде бы фикси смотрят вниз но скорее всего хай будет выбит и оттуда уже пойдем вниз в общем короче говоря коррекции торговать на тренде таком сильно лучше не стоит сейчас иена непонятно куда смотрит она может хай выбить и австралиец может хай выбить и шортить это дело но это опасно вдвойне так мексиканец я был прав тогда когда шортил по 20-40 но к сожалению не додержал вот он дошел до 20 примерно куда я хотел а сейчас он пойдет скорее всего хай выбивать но это немножко путает меня потому что если мексиканец пойдет хай выбивать это усиление доллара а при этом все смотрит как бы против доллара ну короче говоря что-нибудь он и чудит однозначно я в него не лезу в принципе больше и нечего посмотреть евро верхний спирит то есть что я могу сказать ну все выглядит сильно вверх но при этом говорю могут всех обмануть и дать еще один зигзаг вниз в этом буду только докупать потому что кто не смотрел по евро у меня вот такие ожидания очень сильное было падение и мы пойдем скорее всего рисовать выше все это дело то есть все вот это вот падение эта часть вот этого падения вернее вот так это выглядит это такой флэт пойдем вот так вниз то есть покупать вот здесь по евро это хорошая идея стопут за этот низ take profit на пробой вот это вершина все то есть купив здесь можно месяц спокойно сидеть в сделке не дергаться поэтому я сюда в банк лезу я либо потеряю там грубо говоря 10 15 процентов депозита либо заработаю x2 я считаю стоит рискнуть поэтому у меня на евро основная ставка почему именно евро потому что она не сильно от 1 улетела если мы возьмем фунт то он улетел очень сильно и стоп тут ставить вот сюда вот но 127 то есть 300 пунктов стоп да ну нафиг а если берем евро тут меньше 100 пунктов стоп при этом потенциал хода и у того и другого 500 пунктов почему бы нет мой выбор евро поэтому в евро я сижу даже не дергаюсь вот такой сегодня обзор и до завтра